Кто же эти счастливчики, ставшие победителями проекта «Отпуск» Андрея Малахова, направимся в незабываемый отпуск, который вы заслужили вместе! Получилось так, что в августе мне позвонили, представились с редакторами журнала «Астархит» и сказали, что вот вы Юля, я говорю, да, Юля, а не вы знаете Анну Бугай, я говорю, да, конечно. Мне говорят, вот Аня написала про вас письмо, оно было очень проникновенное, мы и вашу историю отобрали, мы решили вас отправить в отпуск с Андреем Малаховым. Ну, я в такие вещи, конечно, не верю абсолютно, и, ну, я повесила трубку и говорю, «Ну, не надо меня тут разыгрывать». Началось такое невероятное приключение, когда в сентябре мы сначала полетели, ну, я полетела в Москву, а потом из Москвы мы полетели в Грузию. Я встретилась с другими участниками, то есть это, помимо меня, 9 человек со всей России, все с очень интересными историями, и вот мы путешествовали по Грузии, и, конечно, это прекрасная страна, мы посетили, ну, самые такие крупные города, это Тбилиси и Батуми, и поселок Казбеги, где невероятные горы, и, конечно, для меня это такой, ну, суперский отдых, и море впечатлений, ярких эмоций. Ну, и, конечно, то, что с нами постоянно был, ну, Андрей Малахов, это тоже, ну, было так интересно и удивительно, потому что, ну, человек, он достаточно занятой, профессионал своего дела, но он очень много времени нам посвящал, то есть мы вместе, получается, и обедали, и ужинали, и там, и в горы ездили, и в бассейне плавали, ну, то есть, ну, постоянно, и была возможность, ну, такого неформального общения, потому что он очень оказался человеком простым, но таким любознательным, и было очень приятно, что про каждого участника он, ну, знал предварительно, то есть понятно, что он читал эти письма, он смотрел даже, там, ну, соцсети у некоторых людей и задавал такие уже неповерхностные вопросы, да, ну, видно было, что человек про тебя очень много уже знает. Ой, ну, конечно, я разговаривала с ним про свою организацию, потому что, ну, упустить такую возможность, естественно, я не могла, я рассказывала про наших детей, про то, как мы, ну, создали свою организацию, кто нам помогает, как мы взаимодействуем с людьми, какая помощь нам нужна, ну, и вот какие-то такие моменты, что-то он подсказывал, чему-то учил, что-то брал на заметку, что-то говорил, ну, этот вопрос мы решим, ну, вот какие-то такие, такое, ну, неформальное, очень интересное общение. Да, обратной связи пока еще не было, но мы решили, так прям договорились, что после выхода программы в эфир, ну, и будет какой-то отклик или не будет, потому что мне единственной на записи программы прямой эфир, да, разрешили побольше поговорить про организацию. То есть меня прямо Андрей спросил, ну, вот, Юля, расскажи, какие нужды у детей, какие потребности у семей. Предварительно она выйдет в октябре, но точно даты еще не знают, потому что нам не сообщали, потому что редакторы программы еще сами не определились. Такой формат, да, такой уровень у меня впервые, конечно, ну, мы все участники очень волновались, как сидеть, что говорить, но перед тем, как выйти, про каждого участника такой предварительный профайл показывали, который снимали, ну, вот про меня, например, да, в городе у нас детей показали, и как-то я так уже успокоилась, выдохнула, думаю, ну, уже деваться некуда. Это такое путешествие, которое запомнится на всю жизнь, такие эмоции яркие, заряд позитива, и получаешь, когда ты и от Андрея, и от других участников такой вот прямо мощный посыл, заряд вдохновения, хочется что-то делать, да, новые проекты, новые идеи появляются. Ну, то есть, конечно, потрясающе. Редактор субтитров А.Семкин